Друзья, всем привет! У нас недавно вышел очень крутой ролик, где мы рассказали про нож, который стоит 1 миллион рублей. И огромная часть аудитории сказала, ребята, ну будьте ближе к народу, ну миллион, вообще о чем вы говорите? Это же невероятно дорого, и снимите что-нибудь уже подешевле. Друзья, мы, конечно же, снимаем не только дорогие ножи, но и более бюджетные. И сегодня, специально для вас, я нашел нож, который, на мой взгляд, может стать одним из лучших ножей в ценовой категории до 1000 рублей. Погнали! Ни для кого не секрет, что если говорить о бюджетных ножах, особенно в категории бушкрафта или использования ножа в лесу, то здесь несомненным лидером являются ножи от шведской компании Мора. Мы уже для вас снимали несколько роликов про эти ножи, в том числе, относительно недавно у нас выходили ролики про Мору 511. И это действительно неплохой нож, который себя отлично показал, отлично зарекомендовал, но у меня есть к нему некоторые вопросы, особенно касаемо не очень удобной рукояти. Также мы с вами совершенно недавно кастомизировали, ссылка будет сейчас где-то в углу экрана, и тестировали Мору Робуст. Она отличается от 511, в первую очередь, толщиной обуха. Если здесь у нас 2,2, то здесь у нас уже трешка там с копейками, 3,2, если мне память не изменяет. Опять же, посмотрите ролик, там все ДТХ есть. И к этому ножу у меня возникли другие претензии. Да, за счет большей толщины обуха он лучше, допустим, колет деревяшку, но он хуже ее строгает и хуже режет. И опять же, та же самая рукоять, что на 510, которая мешает использовать нож обратным хватом, и мы про это с вами уже говорили. И знаете, я озадачился таким вопросом, а что можно найти плюс-минус в этой же ценовой категории с такими же классными характеристиками по использованию ножа, но при этом, чтобы он был еще гораздо более удобен в плане эргономики. И я опять обратился к ребятам из оффроудкэм, которые нам поставляют ножи Мора, и они подобрали мне вот этот замечательный, на мой взгляд, нож, который выглядит, на первый взгляд, очень просто. Это Мора 510. Именно сегодня, именно про него мы с вами будем говорить, именно его мы будем с вами тестировать. Ну и, конечно же, сделаем какой-то вывод в конце видео и определим, все-таки лучше этот нож в этой ценовой категории или нет. А теперь перейдем к тестам. Итак, друзья, тесты у нас, конечно, будут лесные, но потому что скандинавские спуски, но потому что это, в принципе, финка, да, и это нож для работы по древесине в первую очередь. И, кстати, в этом есть определенные отличия этого ножа от его предшественника, во всяком случае, на нашем канале предшественника, от Моры 511. 511 Амора в первую очередь разрабатывалась как нож для строителей, которые режут утеплитель, где-то там немножко работают с древесиной. На стройке обычно каркасно-панельных домов там, в Швеции. Именно поэтому у него есть достаточно выраженный упор, чтобы строитель, держа нож, у него он никуда не соскочил, никуда уехал. В первую очередь, это нож все-таки для стройки. Но мы с вами, если стройкой занимаемся, то используем какие-то другие инструменты. А вот в лесу нам нож гораздо больше нужен не столько со строительным уклоном, сколько с уклоном на работу по древесине продуктом, ну и что-то такое. Итак, Мора 510. Вообще история этого ножа достаточно интересна. Появился он еще в далеком 1976 году. И тогда компания производила его не под брендом Мора, а под брендом Эриксон. Вообще бренда Мора Ниф в Швиден тогда не было. Она появилась уже в 2005 году в результате слияния нескольких ножевых компаний, в том числе компания Эриксон, которая до этого производила 510. В определенный момент 510 Мору, она тогда была еще с другой рукояткой, использовалась красная деревянная рукоять, березовая. В определенный момент этот нож был снят с производства. Но после того, как его с производства сняли, ножевое сообщество, почитатели ножей Мора стали возмущаться. Мол, ребята, какого лешего? Это классный нож, верните нам его, вашу-то мать. Ну и, в общем-то, Мора, почесав затылок, сказала, да, действительно, давайте вернем. Раз народ так просит, что нет, станки настроены, можно фигарить дальше. И возвращают этот нож нам с вами. У этого ножа есть одна особенность. Кроме того, что его полюбили обычные пользователи в качестве лесного ножа. Его также полюбил в качестве ножа для бушкрафта знаменитая личность именно в бушкрафте Рэй Мирс. Мы рассказывали много уже про этого парня. И посмотрите наш ролик вообще про бушкрафт. Опять же, вот здесь появится ссылка, там, что такое бушкрафт, как это все зарождалось, как появлялась история этого определения. И Рэй Мирс даже выпускал совместно с Мора определенную серию этих ножей, брендированные именно Рэй Мирсом, с зеленой рукояткой. Но, тем не менее, это были там какие-то лимитки, честно говоря, я не нашел именно этого ножа. Поэтому у нас с вами классическая 510, которая стоит значительно дешевле, чем нож Рэй Мирса, естественно. Ну, потому что Рэй Мирс бренд сразу ценник. И мы с вами тестим его. А начинаем мы с вами классический батонинг. Но, давайте отметим такой момент, еще раз, я об этом часто говорю и не перестану говорить снова и снова. Батонинг штука весьма неоднозначная. Вообще, что такое батонинг? Да, это нужно вот ножичком взять и расколоть деревяшечку. Мы не говорим о том, чтобы нам нужно завалить березу, да, там, здоровую и колоть ее ножом. Нет. Вот мы берем какой-то упавший, допустим, ельник, чем-то его там напилили, допустим, обычная складная пила с собой, это удобно, это классно. И после этого нам нужно деревяшечку поколоть, построгать, развести огонь, чтобы это было проще. Поэтому не будем колоть какие-то там здоровые бревна, а будем колоть вот такие небольшие деревяшки, посмотрим, как он с этим справится. Поехали! Ну, смотрите, прямо скажем, колет он ее неотменно. Почему? Потому что у него небольшая толщина обуха. Если сравнивать с той же самой Mora Robust, конечно, она это будет делать веселее, потому что там толщина обуха больше, более чем на один миллиметр. И за счет этого, когда нож входит в деревяшку, он ее быстрее будет раскрывать на две части. У этой Mora такая же особенность, собственно, как и у 511, когда мы ее тестировали, вы это помните, она просто прорезает. Она не колет, она именно режет. И с этим она справляется, в принципе, отлично. Чтобы поколоть небольшую деревяшку, нам вот этого ножа более чем достаточно. Без каких-либо проблем. Ну, вот у нас был сучок. Я чуть посильнее ударил и его просто разрезал. Более толстый нож его бы скорее начал выламывать. А этот нож просто прорезал. И, обратите внимание, никаких у нас завалов на режущей кромке, естественно, нет. Хотя здесь скандинавские спуски. А используется у нас здесь углеродистая сталь на клинке. Mora вообще по этому поводу не парится. Она использует нержу, либо углеродку. И вот все. И дальше уже там сами развлекайтесь, как хотите. Углеродка мне нравится больше, потому что она обладает более агрессивным резом. И, в принципе, мы об этом уже достаточно много говорили. Теперь давайте построгаем. Будем делать тоненькую стружечку. Огненное перо, чтобы нам было легко развести огонь. И это она... Ну, вот здесь я, конечно, зарезался. Нужно поймать угол, потому что к любому ножу, как я говорил ранее, нужно немножко приноровиться к углу спуска, чтобы делать тонкую стружку. Пока мне это недостаточно удобно. Ну, вот сейчас я уже угол поймал. И если я буду делать более сосредоточенно рез, то стружечка у меня получается тоненькая, отличная. Вообще, конечно, если говорить про тонкую стружку, то это будет проще делать ножом с более толстым обухом, потому что там угол будет спуска другой, он будет меньше зарезаться в деревяшку. Но вот у такого угла есть другая особенность. Он должен просто великолепно строгать. Давайте мы это проверим. Просто посмотрите, что она делает. Ну, ребят, тут комментарии излишни. Это просто... Это просто великолепно. Это классно. Рез, конечно, у ножа просто отменный. Да, вот именно в таком моменте мне, конечно, не хватает вот этих вот упоров. С ними это делать веселее. Но, тем не менее, у отсутствия упоров есть другой плюс. Когда мы работаем ножом в перевернутом состоянии, от себя делаем силовой рез, нам здесь ничего не мешает. Мы можем взять нож хоть так, хоть так, хоть так. Как угодно. Нам ничего не мешает. Мы можем комфортно ножом работать и делать вот такие вот вещи. И это ей делать безумно комфортно. Вы посмотрите толщину деревяшки. А она ее спокойно срезает на всю толщину. Великолепно. Великолепно. Ну и давайте теперь мы позанимаемся небольшим элементом карвинга. Карвинг это когда мы из деревяшек там что-то вырезаем, строгаем. Лошадку можно сделать какую-нибудь там солдатика, я не знаю. Ну, что угодно. Либо сделать какое-то подобие ловушки в лесу и поймать дичь. Обратите внимание, как я держу нож. Вот если бы здесь был упор, мне бы это было неудобно делать. А сейчас мне более чем комфортно. Великолепно грызет деревяшку и когда ты делаешь вот такой замок здесь особенно ты чувствуешь, когда происходит, когда ты вертикально начинаешь срезать и вот здесь ты прям чувствуешь насколько вот этот спуск классно врезается в деревяху. Это классно, это комфортно. Но карвинки, все остальное это ладно, полбеды. Самое главное, что батонить плюс-минус можно. Нормально он прорезает деревях, устрогает он ее великолепно. Но нам ведь надо огонь развести, правильно? А вот тут мы сталкиваемся с той проблемой, с которой мы сталкивались со всеми морами, которые мы тестировали на канале. А их было уже немало. Ладно, вру не со всеми. Элдрис лишен этой проблемы. Такой небольшой нож. Опять же, сейчас появится ссылка, можете посмотреть. Но с остальными морами эта проблема была. в том, что у нас обух скруглен. И искру из огнива он совершенно не высекает. Соответственно, мы возвращаемся к нашей старой кастомизации. Берем напильник и спиливаем обух. Полетели. Вот, собственно, и все. Немного сняли напильником обух. Но, ребят, только единственный момент. Есть некоторые ножи выживания, где снята маленькая часть клинка под разведением огнивом, под высекание искры. Это неудобно. Снимайте больше, потому что иногда вот этой частью высекать неудобно. И гораздо удобнее выше, например, поднять нож. В общем, переставить огнива ближе к острию ножа, чтобы высекать искру. Вот, поэтому снимайте больше, не жалейте. В конце концов, нож действительно стоит меньше тысячи рублей. И это его не испортит. Абсолютно. Один момент. Если все-таки вы являетесь поклонником разведения огня с помощью спичек и зажигалок, я нет. Мне огневом нравится гораздо больше, потому что штука универсальная, не промокает, отлично разжигает. Я приноровился уже этим пользоваться. И при этом вы, допустим, используете нож в качестве охотничьего ножа, шкуросъема и вот этого всего, то тогда лучше обух не подпиливать, чтобы он был скруглен. Чтобы когда вы работаете с дичью, вам меньше обух резал палец. Тогда снятая фаска будет удобнее. Но я снял вот здесь. Верхняя часть у меня не снята. И если я что-то, допустим, буду подрезать, я могу спокойно палец поставить вот сюда. И здесь у меня обух скругленный, он мне палец резать не будет. Да и вообще я не охотник и я зверюшек люблю кушать, а не убивать. Ну что, друзья, пора, наверное, подвести итог касаемо этого ножа. Но прежде чем все-таки подытожим функционал ножа, один важный момент это ножны. И вот касаемо ножны, ребят, честно говоря, вот тут есть у меня ряд сомнений. Сами по себе ножны достаточно удобны. Они отлично фиксируют нож, при этом он фиксируется силой трения, но в принципе если сильно потрясти, он, безусловно, выпадет. Поэтому можно делать различные кастомизированные вещи, как, например, мы делали на робусте. Вот такая вот штука, резиночка, которая дополнительно нож крепит. Но это-то ладно. у ножа есть сливное отверстие и ножен. И можно отлично раздувать огонь. Вот таким образом. Я вам показывал это уже в ряде наших других роликов, когда у вас здесь идет мощный поток воздуха, великолепно костер раздувается, это классно. Самый главный косяк ножен. Это вот это совершенно идиотское крепление на ремень. Оно настолько неудобно, что я даже не могу выразить все свои эмоции вот этого изобретения. Объясню. Дело в том, что вот эта вот щель рассчитана на какой-то безумно тонкий ремень и на нормальный толстый ремень, который обычно используется в лесу, когда допустим, я не знаю, многие люди, кто идут в лес, у них ремень более-менее приличный, кожаный, толстый. А иногда еще и широкий. Солдатский ремень, либо просто какой-то широкий. Они короче на этот ремень просто не налезут. Ни по ширине, ни по толщине. Я не знаю, для чего это сделано. Что это? Городской какой-то женский ремешок? Что? Зачем? Мора? Почему так? Почему? Я этого просто не понимаю, отказываюсь это понимать абсолютно. Для шейного ношения? Ну куда вот такую хрень на шее носить? Ну что за идиотизм? Вот. Нормальное крепление на других морских ножах. Все, без проблем. Вот ты можешь его отогнуть, на ремень надеть, защелкнуть. Можно даже сделать вот такой вот лайфхак. Оп. Пожалуйста. Вы два ножа совместили и вот вы там его... Кстати, можно даже на карман вот так вот накинуть и носить. Все, не вопрос. Либо на ремень, без проблем. Здесь, ну что за идиотизм? Вот это мне совершенно не понравилось, реально. И знаете, я хочу это отпилить абсолютно отсюда и сделать здесь какой-то другой подвес, но это нужно посидеть, поизобретать. В принципе, ничего сложного. И, кстати, если кто-то уже такое сделал, либо знает, как сделать, можете написать в комментариях. Да и вообще напишите ваше мнение касаемо ножей Мора и касаемо вот именно 510. А теперь перейдем к моему мнению насчет 510 ножа. Я реально считаю, что до тысячи рублей, в категории тысячи рублей, 510 Мора абсолютно объективно заслуживает звания одного из лучших ножей для леса. А может быть и не только для леса, а вообще для туризма, короче, для всего. Для шашлыкинга, для бушкрафтинга, для чего угодно. Ребята, меньше тысячи рублей, великолепный нож с отличным резом, скандинавские спуски. Достаточно удобно лежит в руке. Да, он где-то может быть немножечко скользит, но это незначительный момент. Таким ножом рубить вы что-то не будете. Это нож именно для строгания, для реза, продукты. Опять же, по продуктам мы сегодня этого не показали, но поверьте, он режет абсолютно без проблем, потому что острейший асканди плюс небольшой обух, он великолепно с этим справляется. Лучший нож однозначно. Еще раз, он стоит меньше тысячи рублей. В описании будет на него ссылка на наших ребят из оффроудкэмп и с промокодом берлога там будет дополнительная скидка, не забывайте этим пользоваться. Бонус небольшой, но приятный. По крайней мере, когда вы покупаете нож за тысячу рублей, этот бонус небольшой, но там есть много всего другого. Может быть, вы там наберете что-то, и скидка, я не помню, там то ли 5, то ли 7 процентов. В общем, в описании все это дело и есть. Друзья, великолепный нож, великолепная мора. И давайте так, напишите еще в комментариях, какую следующую мору вы хотели бы увидеть на канале. Есть один момент. Мора Гарберг. Нам часто про нее пишут, но, к сожалению, пока нет возможности отснять этот нож, потому что он по каким-то неведомым мне причинам в России считается холодником. И он как-то там из футболы одно время продавался, сейчас официальные дилеры его даже не предлагают, не возят. Поэтому с Гарбергом мы очень хотим. Возможно, позже получится, но пока не получается. Касаемо остальных мор, ребят, добро пожаловать в комментарии. Давайте выберем какую-нибудь клевую мору и мы ее обязательно затестируем и покажем вам. На сегодня все. Спасибо, что были с вами. Не забудьте поставить лайк, репостнуть этот ролик и, конечно, подписывайтесь на канал. Всем пока и до встречи в сети. Субтитры подогнал «Симон»!